Анна Константинова, сказочная термодинамика. Жихарь неуклюже поднялся с лавки на своем дальнем конце. Детина наклонился и достал из-за голенища ложку, тяжелую, золотую, почти с ковшик, и показал ее всему собранию, подняв за стебель. По стеблю велись причудливые узоры. На черпале были вырезаны колдовские руны. Принадлежать сопляку такая чудесная ложка не могла. Наверняка где-нибудь взял в бою, а, скорее всего, украл. «Вот чем добрые-то люди хлебают», — провозгласил Жихарь. «Михаил Успенский там, где нас нет». Света попыталась оглядеться в темной коморке и задела головой низкий потолок. Темнота, царившая вокруг, не выглядела опасной. Кажется, она угодила в чей-то домик. Кто же ее сюда затащил? Коленки стукнулись о невысокую лавку. Дальше маячил размытый в полутьме стол. Наверное, это землянка. Тут было прохладно и тихо. Крохотное жилище обходилось без окон, однако через стены доносились звуки просыпающегося мира. Там что-то вздыхало и ухало. Со всех сторон раздавались шорохи и негромкие крики. Первый испуг быстро прошел, и Света заторопилась наружу. «Эй, зачем ты меня сюда затащил?» — раздраженно спросила она, когда разглядела рядом очертания кого-то невысокого. Хозяин домика был похож на головастого лохматого мальчишку. Возраст не разобрать, но вряд ли больше десяти лет. Он сидел на длинной скамейке, однако как только Света двинулась к выходу, шустро вскочил и загородил ей дорогу. «Слышь, глупая фея, нельзя тебе туда!» «Умру нам стать, удумала!» «Это завсегда пожалуйста, только не здесь!» «Каким еще умру нам? Что ты несешь?» — возмутилась Света. «Я же фея, а тут страна фей, и мне туда надо!» Она попыталась своротить его с дороги, но пацан оказался сильным. Он выразительно постучал себе по лбу, звук вышел неожиданно громким. «Ты чёль не в себе?» «Так, все, я пошла!» Света поняла, что этот дурачок ее просто так держит, без дела, и быстро метнулась к выходу. «Да погоди!» — взмолился мальчишка. В неярких отблесках от испуганной феи стало видно чуть лучше, и Света разглядела, что он, к тому же, жутко чумазый, одет в мешковатые штаны и рубаху, а на голове целая копна рыжих волос. «Ты кто такой?» — спросила она строго. «Я — Жихарка!» — ответил мальчишка так гордо, будто это что-то должно было означать. «Очень приятно!» — ответила Света автоматически. «А я — Светлана». Пацан глянул на нее хитро. «Красивое прозвище!» «Это не прозвище, а имя!» Жихарка таращился непонимающе. «Светлана! Меня так зовут!» — пояснила она. Пацан заволновался. «Так это, конечно, но вроде... А откуда вы ты знаешь?» «Что знаю?» — удивилась она. «Как меня зовут?» — в паспорте написано. «Да нет же!» — загорячился Жихарка. «А откуда вы знаешь, что я не упырь и мяед, либо не душегубец-беспричинник?» Он волновался так, что вихры на его голове подпрыгивали. «Так это...» «Курдалюга-гнусавец, али не топырь-вечерний охотник, али живодер-шкурособиранец, али просто чупакабрас. Но хуже всего лекарь-враль. Тот, ежели имечко твое разузнает, сразу подучую нашлет, али хвореную, и будет тебе хана!» закончил Жихарка. «Весело тут у вас!» — пролепетала Света ошарашена. «Так вот, а откуда вы ты узнала, что я не они? Они ведь и притворяться могут под меня, так что запомни, ежели чего, петушиное перо!» «Что петушиное перо?» «Петушиное перо у меня всегда припрятано там, где никому неведомо, поняла?» «Нет». «Ну, тады сожрут тебя тут быстро, да и все!» Добродушно подвел итог Жихарка. «Только что со светлой стороны Чуль прибыла?» «Ага, то есть да, оттуда». «Ох, и чего ж там у вас творится, что вы такие оттуда во все странные и прилезаете на наши-то головы? Надо будет как-нибудь сходить поглядеть». «Погляди!» Улыбнулась Света, но улыбка вышла натянутой. Очень ей не нравилось все происходящее. Пацан, конечно, смешной, но он уверяет, что наверх ей нельзя. А вдруг правда? Надо подумать. Сосредоточиться и подумать, но мысли не хотели собираться в нормальной цепочке. Срочно нужна хоть какая-нибудь информация. «Слушай, а ты не знаешь, где тут вообще феи живут?» Попробовала она задать самый главный вопрос в лоб на пролом. «Мальчишка, хоть и придурковатый на вид, но все-таки местный, вдруг знает». «Тут не живут, милая», ответил Жихарка быстро. Света вдохнула и выдохнула, чтобы не всхлипнуть. «Ну, существуют, обитают», поправилась она шепотом. «Здесь точно должны быть феи, я знаю». Жихарка рассердился. «Вот и еще!» — буркнул он. «Вашей заразы уже давненько тута не водилось. Владыка же всех фей звел. Шибко он на вас сердит». Свете показалось, что крики снаружи стали громче. «А за что он сердит?» «Ну, значит, есть за что». «Важно», — проговорил мальчишка. «Сама должна знать. Вы же это, создания противные в обоих мирах». «Я в курсе», — буркнула Света. «Кстати, Жихарка, а ты ведь, получается, тоже от владыки прячешься?» «Чего это прячусь?» «Ничего я не прячусь», — затараторил он. «Ага, как же». Она огляделась еще разок внимательнее. Глаза уже привыкли к темноте и в собственном неярком свете она прекрасно рассмотрела все, что нужно. В маленьком земляном домишке было довольно уютно. Даже мебель какая-никакая имелась. Пара лавок и стол посередине. Однако окон нет. Щели все законопачены, а вход крепко-накрепко затянут плотной занавеской, чтобы ни один лучик не пробивался. Она усмехнулась. «Говоришь, не прячешься». «Тогда я пошла наружу. Тебе-то какая разница, съест меня этот ваш владыка или нет?» «Не выходи!» — заверещал пацан и раскинул руки, загораживая низкую дверь. «Ежели владыка тут фею найдет, так поди всю округу обыщет. Все же знают, что вы и стаями водитесь. А тут и мой домик ему попадется. Тебя-то не жалко, а мне пропадать неохота». «Вот то-то же!» — подвела итог света и села на лавку. «Если честно, больше потому, что ноги ее уже не держали». Жихарка сердито зыркал на нее глазенками. «Так что нечего обзываться», — продолжила она, пока он молчал. «Ты тоже создание противное получается. А я наружу все равно пойду, потому что ты все врешь». «Слышь, фея, я, между прочим, твое имя знаю», — пригрозил ей мальчишка. «Ну и что? Ты же не этот упырь и не душегубец, сам сказал. И потом я твое тоже знаю». «Ха-ха-ха! Глупая фея!» — звонко захохотал Жихарка. «Я тебе и не имя сказал вовсе, а прозвище. Я же не балбес Тугодумковый. В общем, давай не дуркуй, спи пока. А как солнце сядет, так и пойдешь отсюда, — завершил он сердито. Света усмехнулась, прикинула, не рвануть ли к двери еще разок, и даже собиралась уже это провернуть, но потом вдруг притормозила. Что там этот ненормальный нес? Стоило, пожалуй, пару минут посидеть и спокойно все обдумать. Пацан говорил как-то странно убедительно. Но выдавал он вещи совершенно невозможные, которые просто не могли быть правдой. Небесный всадник ненавидит феи. Всех извел. Предположим, что мелкий дурачок просто ошибается. Однако, чем больше Света думала, тем яснее понимала, не стоит пороть горячку. Странно, что Влад ее не встретил, и странно, что зеленых полей она пока не нашла. Но всему этому наверняка есть нормальное объяснение. Если на секунду задуматься, она ведь совсем другим путем сюда пришла. Мир за стеной казался беспокоище живым. Кто-то все время ходил рядом и шуршал тихонько. Она присела на край лавки, а потом и растянулась на ней, подложив под голову рюкзак. Музыка неожиданно объявилась, вылезла откуда-то из глубины мысли и пропела успокаивающе, что прекрасная страна фей просто очень велика, и, возможно, придется своих тут поискать. Но она все делает правильно. И какая разница, когда идти, ночью или днем? Свете очень хотелось ей верить. Однако вдруг вспомнился ненавидящий взгляд Василия и слова Ивы. «А ты точно уйдешь?» Ее как будто сплавляли из светлого мира. И еще было тогда непонятное сказано. «Поскорее на обратной стороне что-нибудь съешь. К чему бы это?» Жихарка тихонько чем-то чавкал в полутьме, сидя за столом. У него в руках поблескивала ложка, хотя тарелки или горшка на столе видно не было. «Слышь, пацан!» — Света решилась спросить. «Ты, кажется, все при все знаешь про этот мир?» Чавканье прекратилось. «Ну, знаю, может, и не все. Все-то, поди, никто не знает. Столько знаний, поди, а в башку-то никому не влезут. А у меня и башка не особенно большая. Вот у большей донка крупноухатого». «Ладно, погоди», — перебила его Света. «Расскажи, какие тут с едой заморочки? Тут вообще еда имеется, и что будет, если я ее съем?» Жихарка чем-то загремел. «Так у меня и нету ничего», — объявил он громко. «Ежели чего и было, так поди уж подъели давно». «Да я не про то». Света даже рассмеялась, хоть было совсем не весело. Я в принципе спрашиваю, будет что-то особенное при этом или нет. «Вообще, конечно, могешь-то еду темной страны употребить». Важно начал Жихарка и неожиданно закончил. «Только потом уйти отсюда, вы, не смогешь, вот и все». Света откинулась на свою жесткую лавку. Вот и выяснили. «Спасибо, добрая Ива, и Яга тоже. Значит, все-таки сплавили, и еще билет в один конец прописали. Она, пожалуй, и не планировала возвращаться из прекрасной страны фей. Зачем ей это, если здесь ее мир? Но все-таки... «Фея, ну ты как, трапезничать решила? Выкладывай тогда свои гостиницы, а то у меня ничего нету». «Мне еда не нужна. Я вообще никогда не ем, успокойся», — ответила она и закрыла глаза. Музыка тихонько пропела ей. «Возвращаться нет нужды. Мы найдем твой народ тут». Света не хотела ее больше слушать. Узнать бы лучше, можно ли здесь летать и светиться без штрафа в виде собственной массы. Должно быть так. Просто не может быть иначе. Она накинула на себя, как одеяло, свой потрепанный бордовый плащ. Он теперь доходил ей точно до колен. Еще немного и будет, как мантия волшебника. По полу волочиться. Дремать она не собиралась, но музыка убаюкивала. Света так и не успела додумать до конца мысль, стоит ли попробовать тут полетать немного, чтобы оценить потери. Ей приснились изумрудно-зеленые поля, в которых спряталась Жихаркина землянка. Он выгонял ее из домика метлой, а она быстро пила из кубка, чтобы стать суперфеей второго уровня и превратить всех жителей обратной стороны в своих адептов одним касанием руки. «Эй, фея, вали давай, пошла, пошла, топ-топ, вон из ворот!» «А? Чего?» Она разлепила глаза и поняла, что заснула. С просонок было не разобрать, что происходит. Сон продолжался. Жихарка точно так же гнал ее прочь из дома. Только метлон куда-то делал, а за порогом уже снова разливалась спокойная синяя ночь. «Пора, говорю, и честь знать!» Бухтел пацан. «Луна, а вон она уже на небе. Она не спит и нам не велит. Светила, сияет, дорожку освещает». Жихарка начал тянуть ее за руку и подталкивать к выходу. Однако Света вдруг поняла, что совершенно не знает, куда ей идти и где искать своих. «Слушай, мелкий!» Попыталась она умаслить строгого хозяина, завязывая шнурки плаща как можно медленнее. «А ты можешь мне помочь?» «Эй, а ну-ка, не балуй!» Испугался Жихарка. «Знаю я таких постояльцев. На ночь пустишь, а потом с собаками не выгонишь. Только ежели с петухом. А петухов я тут давненько не видал». «Да не собираюсь я у тебя жить. Больно мне твой домик нужен. Невелика недвижимость. Мне бы дорогу указать к другим феям. Или помочь их найти. Ну, признайся, что они тут где-то есть. Может, недалеко совсем?» «Не знаю и знать не хочу», — упрямился пацан. Света пыталась придумать, чем бы соблазнить эту заразу, однако тут их прервали. За дверью раздалось негромкое шуршание, и в дверь тихо постучали три раза. Размеренные и вежливые удары по тонкой сухой деревяшке заставили Жихарку пискнуть и присесть. Он даже вихрастую рыжую голову прикрыл в ужасе руками. А вокруг землянки кто-то неведомый тихонько ходил кругами. «Ты чего?» — прошептала Света и почувствовала яркое желание забраться под стол. Жихарка именно так и сделал. Он забился в самый дальний угол под лавкой и яростно махал Свети руками. Она старалась не слишком торопиться, но под конец не выдержала и юркнула в спасительное укрытие, как в детстве под одеяло. А тихие шаги опять раздались на невысоком земляном крыльце. В дверь снова постучали. «Кто-кто тут в землянке живет?» Раздался из-за двери негромкий голос, который как-то слишком быстро распространился по коморке и залез во все щели. Света зажала себе рот и попыталась по возможности убрать свет. От страха у нее это получилось. «Кто-кто в незаметной живет?» Эти звуки, в принципе, похожи на речи, даже ласковые, издавал явно не человек. Почему-то казалось, что так должна говорить длинная пасть, полная острейших зубов. «Есть кто в доме?» «Никого?» «Тогда я тут буду жить!» Пропел тем временем неведомый посетитель и жихарко жалобно пискнул. Свете показалось, что прямо сейчас из-за трусости, из-за того, что не смог ответить гостю и объявить себя хозяином, пацан лишился домика. А дверь тем временем и отворилась. Если она и была заперта, пришелец справился с замками без проблем. Шаги зазвучали внутри. Кроме обычного перестука, при этом слышалось еще скрижетание, будто по поверхности скребли длинные когти, и дополнительно тихий шелест. Его причину Света никак не могла понять. Она замерла. Жихарко, кажется, уже несколько минут не дышал и, по идее, должен был вскоре вывалиться из своего укрытия бездыханным. Гость сделал еще пару шагов, и из-под стола стали видны его ноги. Света прикусила себе руку, чтобы не заорать. Вместо человеческих ступней она увидела две стройные звериные лапы. Даже при неярком свете луны, что проник во взломанный домик, можно было разглядеть главное – животное, которое на них ходило, уже давно не было живым. Лапы должен был покрывать мех, но он вытерся много веков назад, а кожа и мышцы присохли к костям. Огромные когти клацали по твердому земляному полу. Рядом с ногами болталось и еще что-то. Хвост. Когда он мел по земле, раздавался тот непонятный звук. Света смотрела на пришельца, как зачарованная. Боялась разглядеть новые подробности, но и глаз отвести не могла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова